Приезжающие в Кузбасс больше не будут отправляться на изоляцию. 17 августа в регионе отменен ряд ограничений. Завершается работа контрольно-пропускных пунктов. Всем, кто прибывает в область, любым видом транспорта, уведомления об изоляции вручаться не будут. Посты открываются прежде всего потому, что сама эпидемическая ситуация изменилась. Если в тот период, когда вводились посты, это было весной, заболеваемость у наших соседей была суточная, заболеваемость была намного выше, чем у нас. И основной путь инфицирования жителей Кузбасса был так называемый завозной, то есть завоз инфекции при приезде людей из соседних субъектов, соседних территорий на территорию Кузбасса. То сегодня ситуация изменилась. В настоящий момент суточная заболеваемость при расчете на население у наших соседей у нас примерно одинаковая. И анализируя причины заболеваемости, источники и пути передачи инфекции, мы обращаем внимание, что доля завозных случаев значительно снизилась, не превышая 10-15%. Таким образом, основное заражение происходит у нас внутри во время контактов между людьми в самых обычных бытовых условиях. Восстанавливается межрегиональное автобусное и железнодорожное сообщение в обычном режиме, включая движение электропоездов Тайга-Томск и Новокузнецк-Новосибирск. Санаторник, горнолыжные комплексы, турбазы возобновляют приемы и размещение жителей других регионов. Между тем, рост заболеваемости внутри области продолжается. Поэтому забывать о профилактических мерах на транспорте не стоит. Одновременно с этим я хочу обратить внимание всех на то, что больший акцент необходимо сделать на обеспечении мер безопасности у нас внутри Кузбасса, на обеспечении мер безопасности на транспорте. Все перевозчики в обязательном порядке должны соблюдать полный комплекс мер безопасности. В частности, это и дезинфекция своих производственных помещений, это и дезинфекция салонов транспортных средств, это обязательная обработка рук пассажиров и своих сотрудников. Необходимо соблюдать масочный режим, опять же, и в процессе производства у себя на предприятиях, а также и следить за соблюдением масочного режима всеми пассажирами, всеми людьми, которые приходят на объекты транспортной инфраструктуры. Это автовокзалы, ЖД-вокзалы, аэропорты. То есть мы обязательно должны соблюдать все меры безопасности, чтобы обеспечить наименьшее распространение инфекции среди населения, особенно на объектах, где возможно массовое скопление людей. И напомним, что в Ленинске-Кузнецком продолжаются рейды по нарушителям масочного режима. Контрольные группы подвели итоги прошедшей недели с 10 по 16 августа. Так, за неделю сотрудники МВД, Роспотребнадзора, администрации города выявили 66 нарушений на транспорте и торговых объектах. Составлено 33 протокола. За нарушение масочного режима могут последовать штрафы. Для граждан от 1 до 30 тысяч рублей. Для должностных лиц от 10 до 50 тысяч. Контрольные группы продолжают рейды. Галина Ильина, Павел Желтиков, Ленинск ТВ.